Воюй, студент! Воспоминания о Первой Чеченской Солдатам и офицерам 276-го Екатеринбургского мотострелкового полка посвящается. Читается в сокращении. 276-й мотострелковый полк в составе двух мотострелковых батальонов, одного танкового батальона, дивизиона САУ, минометной батареи, разведроты, ремроты, РМО, роты связи, комендантского взвода и других подразделений, всего около 1200 человек, 23 декабря 1994 года погрузился в Екатеринбурге на эшелоны и двинулся на Чечню. Через два дня был уже в Моздоке. Еще через два дня вступил в боевые действия. Первый серьезный бой принял Засадовую на подступах к Грозному, где сгорела танковая рота и несколько БМП. В новогоднюю ночь 1995 года полк участвовал в штурме Грозного. Батальоны входили по Лермонтовской и Первомайской. 10 февраля, измотанной непрерывными боями, полк передал позиции и блокпосты ВВшникам и вышел из Грозного на отдых. Людей бросили замерзать на Терском хребте. Спустившись 18 февраля в долину меж хребтом и северными окрестностями города, мы рассыпались блокпостами по всем этим зеленкам, представлявшим собой лабиринты арыков, виноградников, садов, личных дачных участков со множеством одно- и двухэтажных строений. Если на перевале мы утопали в снегу, то, спустившись в долину, попали в лето. Группировка духов вырвалась из кольца внутренних войск в Грозном, и часть из них растворилась в этом районе. Отдохнуть, отожраться, отоспаться и разбежаться по домам, чтобы затем вновь сформироваться во множество мелких мобильных банд. Наша восьмая рота тремя блокпостами повзводно оседлала на перекрестках одну из дорог, ведущих в аэропорт Северный. Интервал между взводами – полтора-два километра. С трех сторон вплотную сплошная стена зеленки. На моем блоке с одной стороны виноградники, с другой – дачные садовые участки. Эту зеленку мы немедленно, до наступления темноты, бросились минировать ручными гранатами и сигналками на растяжках. Нарыли окопов, щель на случай минометного обстрела, закопали БМП в капониры, расставили пулеметы на близлежащих крышах. В общем, приготовились к ночи. Мы поселились в маленьком домике у чеченца по имени Рамзай. Парень, он вполне приличный. Каждый день уезжал в деревню, видимо, рассказать братьям-маджахедам о результатах их ночных дел. В деревне у него второй дом и скотина. Он нам привозит свежие лепешки. Молоко, чай, сахар, соль, воду и прочее. За это мы его терпим, хотя стараемся при нем ни о чем серьезном не разговаривать. Он также соблюдает субординацию, стараясь не мозолить лишний раз глаза и не нарываться на неприятности. По местным понятиям, Рамзай бедный. Два дома, три лошади, две коровы, маленькая тара овец. Семьи нет. Где-то есть брат, но где он сейчас неизвестно. Где-нибудь воюет, наверное, против русских. Однажды приехал особист из полка и отвез Рамзая в фильтр. Там его всю ночь били ОМОНовцы, а наутро за ним поехал наш Ротный. Забрал. Сказал, что это хороший Чечен. Наш доктор его потом лечил. Снайпер. Первой же ночью нам нанесли визит. С вечера и всю ночь нас периодически слегка обстреливали из виноградников. Бойцы вяло огрызались. Тем временем, с противоположной стороны, со стороны дачных участков, к нам не торопясь, без лишнего шума и дурацкой пальбы, обходя или снимая наши растяжки, незаметно продвигалась группа. Исследуя на следующий день оставшиеся на земле следы, капли крови, клочки одежды, я определил, что группа эта состояла из 8-10 нехилых таких мужиков. Следы были главным образом 44-46 размеров. Один из маджахедов был Араб. Из кармана у него на траву высыпалась медная мелочь. Монеты ОАЭ. Около 4-х утра кто-то из них все же наступил на растяжку. Сработала сигналка, вызвав на себя море огня. Духи отбивались, но тут с ближайшей крыши ударил наш ПК, и воины Ислама откатились, унося раненых. Вскоре, однако, мы обнаружили, что кое-кто и остался. В окошке чердака двухэтажного особнячка наблюдатель засек в ночной бинокль зеленый огонек ночного прицела. На всю нашу бестолковую пальбу наугад, маджахед не обратил ни малейшего внимания и разлегся на чердаке в какой-то сотне метров от нас. Недолго думая, я схватил муху и долбанул прямо по фазенде. Но, сыграв на натянутой перед домом сетке рабице, заряд ушел вверх и, перелетев пару кварталов, где-то там разорвался. Дух перебрался с чердака на второй этаж и затих. Зеленый огонек, видный мне в ночной бинокль, выдавал его с головой, словно фонарик такси. Чеченец сидел тихо и, видимо, ждал, когда все угомонятся, чтобы потом спокойно выбрать жертву и подстрелить ее. Один из бойцов перекинул автомат за спину и, зажав в каждой руке по гранате, вылез из окопа, петляя как заяц, побежал к дому. Чеченец пальнул, но промазал. Тут я обнаружил, что в руке у меня также граната, уже без кольца, и я бегу вслед за солдатом. Не давая духу высунуться, по дому лупит ПК, и мы бежим без проблем. В голове проносятся обрывки мысли о бренности жизни. Швырнув гранаты в окна, ворвались в дом и прочесали его весь, поливая во все комнаты из автоматов и подствольников. Особнячок был пуст. В одной из комнат валялись еще теплые кроссовки 46-го размера. Снайпер передвигался по дому босиком, чтобы не шуметь. Чеченец сбежал, не обуваясь, и не дожидаясь, когда двое русских недоумков превратят его в лапшу. Начало светать. Стало ясно, на сегодня боевые действия закончены. Оплетя весь дом растяжками, мы отправились завтракать. Возвращались мы под шутки товарищей, мол, где же уши с убитого чеченца? Уральская пехота. Солдаты наперебой рассказывали нам, только что прибывшим из России, о боях в Грозном. Им, кажется, не верилось, что Грозный уже взят, и они все еще живы. О том, как в один из домов, в подвале которого сидел пулеметный расчет, двое бойцов из третьего взвода, угодила мина. Взводный полез их вытаскивать. Наткнулся в темноте на тело, потрогал. Еще теплый, дыхание не слышно. Хотел нащупать пульс на горле и обнаружил, что головы нет. Нашел второго. Первым делом проверил. Голова на месте. Оказалось на месте. И даже пульс. Решил его вытаскивать. Вколол промедол. Взялся за ноги. Ступни остались у него в руках. Сами по себе. Лицо взводного лейтенанта Сергея Д. Когда он мне это рассказывает, совершенно спокойно. Он говорит обстоятельно и неторопливо. Будто пересказывает содержание фильма. Видимо, рассудок человеческий. Отказывается всерьез воспринимать реальность происходящего. И эта реальность еще достанет его спустя месяцы. Когда он домой вернется. О том, как в том же третьем взводе подбили БМПшку. Из всего экипажа уцелел один только наводчик. Младший сержант Н. Оглохший и одуревший от боя. Он не стал покидать горящие машины. Удрал, лишь расстреляв весь боекомплект. Через минуту БМП рвануло так, что слетело к чертям собачьим башня. То ли баки топливные сыграли, то ли по ней долбанули вторично. О том, как брали минутку и как духи во время штурма вывешивали на окнах пленных русских солдат. О том, как посетив городской зоологический музей, наша доблестная мотопехота украсила башни своих танков и БМП чучелами рысей, волков, шакалов и прочей живности. И как за все это безобразие великолепия оскаленных звериных морд чеченцы присвоили им звание «бешеные псы» и «зубы дракона». Это стало известно из радиоперехватов. Переоборудование позиции. 20 февраля ночь прошла на удивление спокойно. Под утро бойцы засекли ночным биноклем телодвижения в зеленке, примерно в 200 метрах. Стрелять не стали, надоело. Лежим на крыше, наблюдаем. Один гость сидит в кустах. До растяжек не дошел, да, наверное, и не собирается. Примерно там же мною оставлен проход через минное поле. Возникла идея. Оглушить чеченцы неприцельным огнем из подствольников и под прикрытием этого огня попытаться взять его живьем. Трое бойцов начали забрасывать духа вогами. А я с напарником помчался по проходу. Через 4 залпа, как было условлено, огонь прекращается. Подобравшись вплотную, увидели окопчик и какие-то куски мяса с обрывками одежды. Это была отличная позиция, аккуратно против нашего капонира для БМП. Залегли. Ждем. Начало светать. Если тут еще кто-то и был, то, видимо, все удрали. С рассветом обнаружили в траве у бруствера неиспользованный РПГ-18. Муху старого образца. Вернувшись с трофейным гранатометом, решили переставить БМП так, чтобы не торчали на виду, как учебные мишени. Одну упрятали под навес и забросали всяким мусором и хламом. Другую, приданную из третьего взвода, загнали задом в какой-то сарай. При необходимости они могли быстро выкатиться на огневые рубежи в капониры. Пулемет из крыш тоже решили снять. Один пулеметный расчет закопали под старым заброшенным гусеничным трактором. Другой пулеметный расчет обосновался в старом бетонном колодце, пробив себе во все стороны бойницы, соорудив помост, чтобы стоять, и бросив сверху сорванную с петель воротину, чтобы не капало. За недостатком струны для растяжек закрыли участок в зеленке колючей проволокой, расстеленной прямо по траве, наподобие МЗП. Навешали на нее гранат без колец и прикопали их в землю. Мышеловка. Молодые солдатики, как говорится, только что с поезда. Не то что стрелять, даже портянки толком мотать не умеют. А проносив полчаса бронежилет, падают от усталости. Я свой броник еще в феврале набил тройным комплектом титановых пластин и очень этим доволен, так как на собственной шкуре убедился в его полезности, когда получил однажды удар в живот, который сбил меня с ног. Обнаружил пулю 7.62 от АКМ, застрявшую между пластинами. Конечно, спор между сторонниками и противниками бронежилета не скончаем. Обычный аргумент последних, что он тяжелый и лишает бойца подвижности. Должен, однако, заметить, что вес бронежилета я давно перестал замечать и могу таскать его сутками и даже спать в нем. Тело привычки. И вот, наконец, 31 мая я получил двухмесячный отпуск. Месяц за 95-й год, 24 дня за Чечню и 4 дня на дорогу. И могу отправляться домой. Контракт истекает. Предел мечтаний – наесться до отвала хорошей еды. Потом сутки спать. Потом залезть в душ. А потом еще сутки спать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И не пропускайте новые ролики. Субтитры подогнал «Симон»!